Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим сражение на Супер-Коне. И в очередной раз хочется похвалить этот танк, потому что он реально очень хороший. И этот танк всё-таки можно прокачать, если у вас его нету, то крайне, в принципе, рекомендую вам. Конечно, не сказать, что он всегда и везде, так скажем, может вытащить любое сражение, но всё-таки это действительно годный танк. Также, друзья, подключайте отличный набор Амела. Вы получите премиум танки себе в ангар. Всего меньше, чем за 100 рублей. Вы получите тип 64, Пантера М10, АМХ Канона Досаут 105, ВК 168.01, Девушку-танкистку уникальную, День премиум аккаунта, Х5 Опыта и многое-многое другое. Это отличный большой официальный набор. Подключайте его по ссылке в первом закреплённом комментарии. И я думаю, это действительно будет вам полезно. Также, друзья, выигрывайте золото в этом видео, вам достаточно в комментарии указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Всё очень просто. Вот сейчас вы можете видеть победителя, кто выиграл в прошлом видео. То есть, если хотите, можете ему написать, там поздравить его с победой. И, соответственно, кто знает, возможно, в следующем видео именно ваш комментарий будет в следующем видео, соответственно. Итак, разработчики продолжают крепать разнообразные патчи. И один из них уже совсем скоро относительно выйдет. То есть, сейчас он скоро будет добавлен на тестовый сервер. Ну, как скоро, не совсем скоро, где-то в конце, с февраля где-то выйдет он в марте, этот патч. И этот патч будет содержать ап многих премиум танков, которые не нагибают, которые не пользуются спросом. А также разработчики выпустят боевой пропуск World of Tanks уже в марте, то есть в следующем патче. Также, помимо боевого пропуска, выйдет и ещё одна очень интересная вещь, а именно режим Ставной Охотник. И это, конечно, ещё один хороший способ заработать разнообразные себе призы в ангар. Ну, например, танк девятого уровня. Кстати, по нынешней информации, очень большая вероятность, что главным подарком, наградой, называйте, как хотите, будет танк девятого уровня, немецкий, с новой механикой. Ну, как новый, не совсем новый, а что-то похожее на механику, как у СТБ-1, но не совсем. Соответственно, это будет танк-кунспанзер. И вы можете сейчас видеть его характеристики на своих экранах. Не буду утверждать, что это имба. Нужно смотреть, в общем-то, на релизе, что там выйдет. Танк, в принципе, вроде бы неплохой по виду. И, ко всему прочему, естественно, в Сталином Охотнике будут и другие призы, включая боны, которые я крайне рекомендую вам накапливать. Там, в разнообразных событиях фармить боны нужно обязательно, потому что обновление бонового магазина не за горами, а также выход чёрного рынка. И ап вот этих вот премиум танков, на самом деле, отчасти он тоже приурочен к чёрному рынку, а также к обновлению бонового магазина. Я убеждён, что многие из этих премиум танков, они как раз туда и пойдут. А в апнутом состоянии они будут гораздо интереснее. И, соответственно, можно будет даже на них потратить бон и купить себе вполне неплохой премиум танк. Также в четвёртом сезоне боевого пропуска нас ждёт три ветки аж сразу, три топовые машины, СТ, ТТ и ПТ. Ну, в общем, тоже хорошо боевой пропуск, тоже отличная такая возможность зарабатывать разнообразные призы, в том числе и боны, и экипаж, нужный 3D-стит, зачастую довольно красивый для танков. Ну и также там вообще полно всякого подавного. Мне лично нравится то, что можно нафармить трофейное оборудование в этом режиме. Ну и в целом играть становится с ним поинтереснее, на мой взгляд. Ну и также не забываем, что нас в скором времени будет ждать марафон на китайский премиум СТ восьмого уровня, 122ТМ. Сейчас уже это не гадание, так скажем, на кофейной гуще, это уже стопроцентная подтверждённая информация, хотя я об этом говорил ещё месяц назад, что именно на этот танк будет марафон. Соответственно, так оно и случилось. Китайский танк можно будет получить в марафоне. Это у нас будет по счёту, ну фиг знает какой марафон. Ну вот в этом году первый марафон, а так вообще три марафона в год бывает у нас. Марафон, это с одной стороны хорошо, потому что, ну, можно получить премиум танк, а с другой стороны, я вот не представляю, вот как можно сейчас вот после битвы блогеров, такой вот жёсткой, если вы, ну, действительно там много играли, сразу же и марафончик пройти, и как можно столько играть, и откуда столько сил брать. Ну, каждый сам для себя решает, нужно это или нет, но танк, в общем-то, можно будет получить. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте Водхаб. Для начала хочу посоветовать вам воспользоваться разнообразными бонусами данного сайта, например, барабан бонуса, бесплатный кейс или бесплатная раздача Водхаб. И сегодня буду открывать новые кейсы. Они отличаются тем, как тут написано, что это полнейший рандом, то есть тут даже нету списка того, что может выпасть. То есть может выпасть всё, что угодно. И премиум танк, и золото, и премиум аккаунт, и там ещё какие-нибудь плюшки. Ну и при этом, вроде как, ну тут должны быть действительно хорошие шансы на выигрыш. То есть это очень, должен быть, я по крайней мере надеюсь на это, хороший кейс. То есть тут есть анимация, вот такая вот. Как вы можете видеть, если что-то выпадает не супер ценно, это можно продать. Ну, чтобы купить что-то другое. Вот 5000 золота. То есть, в принципе, хорошо это подходит тем, кто хочет, так скажем, по полной программе повеселиться и выиграть что-то ценное. Также есть возможность быстро открывать. Ну, кстати, вот что мне нравится. Вот анимация, она тут быстрая, в принципе. Ну, как, не супер быстрая, но... Долго ждать не приходится. А это быстро. То есть, практически моментально нажимаешь, получаешь призы. Можно продать. Чтобы поиграть побольше, я, в принципе, я думаю, что выгоднее вот мелочевку всякую продавать, чтобы иметь шанс выиграть что-то ценное. Не забудьте пользоваться моим промокодом на данном сайте, если захотите поиграть, но это совсем мало, как вы можете видеть, может падать совсем мало голды, а может падать премиум танк. Вот так вот. Естественно, это все забираем. Вот. Прикольно то, что очень быстро все это забирается, то есть быстро идет анимация. Вот эта прокрутка, честно говоря, я не супер любитель такого. Тут же практически моментально. Два дня према. Тут, кстати, есть и другие инкогнито 2. Ну, то есть я понимаю, что все-таки какой-то список там есть, но, возможно, он это не отображается тут специально. То есть постоянно изменяются призы в кейсе. Вот тут описано. Никто не знает список призов, никто не знает полный список призов, находящийся в кейсе. Вы получите 3 предмета, открыв кейс, вы получите сразу 3 рандомных предмета из кейса. Так, отлично. О, офигенно. Премиум танк. Да, это вообще здорово, конечно. Но нововведение мне нравится. И анимация тут, кстати, тоже прикольная. То есть что-то новое придумали. Так, это мы продадим. Давайте быстро посмотрим. О, еще один премиум танк. Так. Посмотрим, сколько получится премиум танков выиграть. О, еще один премиум танк. Из 6. 2 тысячи. Хотя у меня на счету там было, по-моему, около 3 тысяч. 3 500, может быть, а уже выиграл я. Гораздо больше еще один премиум танк. Конечно, не в каждом кейсе премиум танк, но шансы выиграть есть. Так, ну и все, в принципе. Ссылка на сайт есть в описании. Также, друзья, стоит отметить, что битва блогеров закончилась. И, в принципе, единственный сюрприз это то, что Юша и Вспышка вышли на третье место. А так, в принципе, все осталось практически так же, как и шло с самого начала. О чем я, в принципе, и говорил. Ну, в принципе, вообще шансов выиграть у второй команды нету. Не важно, кто это. Потому что тут просто идет принцип, что новые люди приходят, которые вообще не в курсе. Кто такие там эти блогеры, чем они вообще занимаются, и нафиг они нужны, и так далее. Они просто вступают за команду, которая выигрывает, и все, для того, чтобы самому выиграть. В принципе, логично. На мой взгляд, очередной проигрыш ВГ, именно конкретно, то есть событие, мне лично не понравилось. Но, возможно, кому-то и понравилось, потому что ажиотаж, вроде как, был большой. Чего и добивались ВГ, наверное, привлечь игроков и создать, так скажем, иллюзию того, что им это нужно. И также, друзья, хотел бы отметить, что тестовый сервер Песочница сегодня запускается. И, участвуя на тесте, вы не только узнаете о дальнейших изменениях в игре, но и получите ценные призы. Кстати, если кто-то думает, что мне ВГ там платят что-то за это, мне ничего не платят, если вы не будете играть. Нет, все равно, абсолютно, как новость говорю, потому что, в принципе, там можно заработать некоторые интересные призы, премиум аккаунт, например, там личные резервы на кредиты. Понятно, что для игроков, у которых полный ангар танков, и уже некуда там что-то прокачивать, это может быть не особо интересно. Но у людей, у которых нехватка премиум аккаунта или резервов, или просто они хотят этого больше, в принципе, неплохая возможность поиграть на тесте и получить вот эти разнообразные призы. Там еще и 2D стиль можно получить. Ну, решайте сами, нужно вам это или нет. В принципе, я просто как информацию даю вам для размышлений. Также еще некоторые соревнования, но они только для топовых кланов в основном, то есть кто там попал в топ 50 кланов в прошлом ивенте на глобальной карте, только те кланы смогут побороться за такие призы, как 10 тысяч долларов реальных, то есть это интересно на самом деле. 500 тысяч золота, 150 тысяч бон, нашивка там какая-то, за второе место 5 тысяч долларов, 300 тысяч голды, 100 тысяч бон, нашивка, и третье, четвертое место 200 тысяч золота, 75 тысяч бон и нашивка. Ну и так далее. Ну понятно, кто тут выиграет и кто заберет первое место, тут в принципе все довольно-таки очевидно, если вы понимаете о чем я. На этом все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, желаю вам удачи, пока. 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 Пока.